МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сукупность зазначенных фактов тадия, також розвиток в идею Беларуси, суспільство, якою висловило в отум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білорусю і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська. Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. В полной готовности президент України Владимир Зеленський провел закрытые совещания в связи с обострением ситуации в Беларусі. Глава государства встретился с руководителями разведки силовых структур, а так же главами областних госадминистраций. Обсуждали все возможные варианты дальнейшего развития событий в соседнем государстве і риски для України, сообщають в офісі президента. В госпогранслужбі тем временем заявили, ситуація на границі с Беларусью остається контролюємою, ніяких провокаций не фіксується. А в самой Беларусі стартовала общенациональная забастовка. По всей стране остановились более полусотни предприятий, в тому числе і государственні телекомпании. Люди настроені на не отступати, пока Лукашенко не уйдет в отставку. Больше знають наші корреспонденти. В попытки заручиться поддержкой Александр Лукашенко прибыл на Минский тракторный завод. Это один із крупнейших в мире производителей сельсгостехники. Там работает 16 тисяч людей. Обращение к работникам действующий президент начал в присущей ему манере. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить, пожалуйста, с завтрашнего дня и на сегодняшний день ворота открыты. Но более пяти тысяч рабочих, присутствующих на митинге, резко отреагировали на выступления Лукашенко. Уходи! Уходи! Лукашенко вас задать! Лукашенко вас задать! Против власти Лукашенко, против фальсификации выборов, против насилия. Тем временем оппозиционный лидер Светлана Тихановская записала новое видеообращение и заявила о готовности стать национальным лидером. Она призвала военных присоединиться к протестующим. Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Также Тихановская призвала готовиться к новым выборам. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. На проведение новых выборов согласился и Александр Лукашенко. Говорит, снова готов сражаться за президентское кресло. Но только при условии принятия новой конституции. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Между тем, Евросоюз объявил Лукашенко персоной нон-грата и готовит экстренное онлайн-заседание лидеров стран из-за ситуации в Беларуси. Правительство Германии призывает прекратить преследования и отпустить политзаключенных. Иначе причастным не миновать санкции. В ЕС мы уже договорились о санкциях против лиц, ответственных за нарушение прав человека. Как будут разработаны эти санкции, во многом зависит от поведения белорусских властей. Осудил массовые задержания, насилия и пытки посол Беларуси в Словакии. Сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века. В белорусской столице люди уже девятый день выходят на улицы. Они требуют прекратить насилие, освободить задержанных и провести честные выборы. За все время протестов, по данным общественной организации «Звяно», уже погибло пять человек. Еще 120 находятся в больницах Минска. Примерно столько же остаются в СИЗО. Роман Смоллер, Телеканал Дом. Многодневное и дистанционное голосование. Избирательные участки на детских площадках – накрученная явка. После референдума по обнулению президентского срока Путина в России готовятся к местным выборам. Единый день голосования назначен на 13 сентября. Выбирать будут и губернаторов, и законодательные собрания. В эфире программы «На самом деле Россия» с Марией Строевой юрист Марк Фейгин заявил, уровень фальсификации со стороны власти будет максимальным, как и время недавнего плевисцита. Быстрые, скоропалительные изменения по практике законодательства. Вот им очень понравилось многодневное голосование. Оно совершенно дичайшее. И Памфилова, значит, рассказывает про эти трехдневные голосования, как будто ничего не произошло. По существу это ликвидация института выборов, несомненно. Без обстрелов и боевых потерь, но с нарушениями договоренностей трехсторонней контактной группы. В штабе ООС говорят, сейчас на Донбассе ситуация контролируемая. При этом незаконные вооруженные формирования продолжают обустраивать инженерные позиции. Виявлено один факт додаткового инженерного обладнания позиций противником убег наших подразделев неподалеку Водяного. Сбоку территории, темчасово, оккуповано на салону пункту Уживка. Новое правило въезда на неподконтрольные территории Донецкой области. Самопровозглашенная администрация, так называемая ДНР, ввела новые требования подачи заявлений на въезд. Об этом сообщают в местных соцсетях. Теперь все жители, пересекающие пропускные пункты вне гуманитарных коридоров, должны в обязательном порядке подавать заявление с датой заезда, целью поездки и днем выезда из отдельных районов Донецкой области. Правозащитники подчеркивают, это новшество – новый рычаг для репрессий местного населения, поскольку эта информация будет доступна так называемым спецслужбам незаконных вооруженных формирований. А они смогут использовать ее по своему усмотрению в любой момент. На неподконтрольных территориях Донбасса говорят мусорные свалки. Об этом сообщает директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. По ее информации, более 40 действующих мусорных полигонов на неподконтрольной территории заполнено на 90%. Растет количество стихийных свалок. Кремль категорически запрещает вывозить мусор из Ордло на территорию России. Лидеры незаконных вооруженных формирований решили сжигать бытовые отходы прямо на свалках. Таким образом, используя введенный период высокой пожарной опасности, оккупационные администрации РФ в Ордло пытаются разрешить проблему стихийных свалок мусора путем сжигания мусора на свалках. В отсутствие альтернативы для утилизации на территории Ордло накопленных отходов и хранения в специально отведенных местах, а также отсутствие необходимых производств по переработке. Гуманитарная помощь Донецку. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранжелет сегодня приехала в поселок Октябрьский, что на севере города. Пообщалась с местными жителями и организовала раздачу комбикорма для домашних птиц. Почти сотни семей получила по 300 килограмм. Такие смеси кормов Красный Крест в ближайшее время планируют передать для полутора тысяч семей в Донецке. С Донецкой области началась децентрализация в Украине. Как сказал заместитель министра развития общины территории Украины Вячеслав Негода, первой была создана Лиманская громада. Она существует уже пять лет. О каких результатах можно говорить за это время, он рассказал в эфире программы «Официальный разговор» на телеканале Дом. Там до 40 населених фактично пунктів сельских, селищных, міських рад, які объединялись в одну громаду. За цей час вони показали просто прекрасні результати в розвитку, в инвестиции, покрашенні инфраструктури. Тобто це приклад конкретно, конкретно великої громади і за територією, і за населенням, яка доказала свою роботу, що це правильний шлях. Новые лица в СНБО. Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно указу, в Совет вошли председатель службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также в состав СНБО вошел вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский. Населенные пункты пяти областей Украины попали в красную зону заболеваемости COVID-19. Там самая сложная ситуация и самые жесткие ограничения. В Украине обновили давление на карантинные зоны, деление на карантинные зоны, учитывая установленные уровни эпидемиологической опасности. Больше расскажут наши корреспонденты. В желтую зону перевели большую часть районов Одесской области. Она является буферной, как говорят в МОСы, и немногим отличается от зеленой. В общественных местах, как и раньше, можно находиться только в маске, в транспорте занимать только сидячие места. Кинозал может быть заполнен лишь наполовину, а во время массовых мероприятий должно быть не более одного человека на пять квадратных метров. Жители курортного региона ограничением не рады. Ну, неправильно это все. Маска должна только быть одета тогда, когда ты ухаживаешь за больным. А когда ты не ухаживаешь за больным, зачем одевать маску? Ты дышишь своими бактериями. В масках я за, а сидячие, наверное, нет. Но долго ждать придется маршрутки. Я езжу с маской, а в троллейбусе посмотрите, без масок люди. Если делают уже, допустим, маски, защищаться, это не решит проблему. Потому что в других странах, я смотрю, даже асфальты моют, обрабатывают. У нас тут такого масштабного нет. При этом два района области, Николаевский и Саратский, перешли в оранжевую зону. А в красный оказался город Беляевка, который находится в 50 километрах от Одессы. Самбар – единственный город во Львовской области, который теперь в красной зоне. Там закрывают кафе и рестораны и останавливают общественный транспорт. В том числе и железнодорожный. В целом, Львовская область лидирует по количеству инфицированных. С начала пандемии COVID-19 подтвердили более чем у 12 тысяч человек. За последние сутки зафиксировали 128 новых случаев. Я думаю, что карантину нужно хотя бы дотриматься. Потому что, когда я смотрю на улицу, как себя поводят люди недисциплинованно, они это, например, злить. Так, маски у людей есть, но люди чувствуют носи, не ответственно ставятся до этого. Моя дума, что коронавирус – это довольно небезопасная вещь и нужно уважать. На рахунок того, как послабливать, послабливать – это питание до медиков, очевидно. И их нужно слушать и вважать на их думку. В любой момент перейти из зеленой в желтую зону может и Днепропетровская область. Тут каждую неделю растет количество заболевших. Сейчас только в областной больнице Мечникова лежат 13 пациентов с диагнозом COVID. Среди них три беременные женщины. Четыре человека на аппаратах вентиляции легких. Если мы не будем выдерживать всех противопедемических мер, к сожалению, будет рост заболеваемости. Особенно меня, как врача, беспокоит ситуация, когда дети пойдут в школу, студенты в вузы. И вот здесь именно с педагогами нам надо совместно отработать алгоритм действия. Пересматривать решения о том, какие регионы попадают в определенную зону, будут каждые семь дней. А вот ослаблять карантин там, где его ужесточили, планируют не ранее, чем через 14 дней. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Анна Городенцева, Арсен Падасян, Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Одесса, Львов, Днепро. Твой дом. 5 миллиардов гривен доступных кредитов выданы украинцам. Созданная по инициативе президента Украины государственная программа кредитования 5-7-9 процентов успешно работает в интересах общества. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Всего в экономической программе будет участвовать 30 банков. На данный момент задействовано 18 финучреждений. Еще 12 банков присоединятся к программе в ближайшее время. Более 2000 украинцев уже подписали договоры по кредитованию. Ежемесячно выданных займов все больше. Представление трех возможных ставок 5-7 или 9 процентов зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Ставка кредитования будет снижаться на 0,5 процента годовых за каждую наемного работника, но не меньше, чем до 5 процентов годовых. Кредитная программа 5-7-9 тоже мы сейчас очень радуем. Эта программа наконец-то работает очень, очень, я считаю, очень неплохо. Сейчас несколько миллиардов уже взяли кредиты под программу 5-7-9. Сначала люди не верили в это, а сейчас вижу, что это действительно уже не в жизни. Так что я рад. Звание Герой Украины посмертно получил солист группы «Скрябин» Андрей Кузьменко. Указ о присвоении награды подписал президент Украины Владимир Зеленский в день рождения певца 17 августа. Звание Андрею присвоили за весомый вклад в развитие музыкального искусства, а также за общественную деятельность. Президент Владимир Зеленский отметил, что «Скрябин» был не только известным музыкантом, но и волонтером. С начала военных действий на Донбассе он регулярно ездил на восток и помогал украинским защитникам. Андрей Кузьменко погиб в ДТП в феврале 2015 года. Его автомобиль врезался в грузовик. В поисках новых локаций для съемок продюсеры и режиссеры национальных кинокомпаний организовали специальный тур по Украине. Первая в списке – Херсонская область. Группа присматривает пейзажи и места для будущих фильмов и клипов. Вот что интересного нашли, расскажут наши корреспонденты. Первая локация, куда приехали режиссеры и продюсеры – так называемые Херсонские горы. Непривычный пейзаж для степной части страны облюбовали для клипов украинские исполнители. Это очень интересное место, где встречаются три стихии. Ставши на край скелы, мы можем почувствовать воздух, землю и легкий водяный бриз. Но если будут тут снимать кино, то это уже не первые люди, кто снимает на наших скелях, так как самый первый – это был Кузьма Скрябин, который снял свой клип. Украинские режиссеры уверены, чтобы снять зрелищное кино, не нужно ехать за границу. И сегодня уже начался день с прекрасной воды, неймоверная краса, фантастическая. И это круто, когда красивые кадры можно снимать не в Черногории, не в Хорватии, а у нас в Украине так близко. Дальше путешествие по Днепру. По мнению кинематографистов, это лучшие декорации для исторического фильма. Херсонщина имеет уникальные локации, у которых нет никакого другого региона не только Украины, а и мира. Это и пустели, и такие скели Станиславские, как вы сейчас видите, и плавные, и Черное Азовское море. Это ваш рожевое озеро. На время весеннего карантина съемки украинских фильмов пришлось приостановить. Сейчас киноиндустрия снова начала набирать обороты. У вересня будет проведено 14-й пичинг. Держкино державную поддержку надеет выработникам. Наразі Держкино было выделено 455 млн, додатково из Розерного фонда еще 50 млн, 100 млн на пичинг сериале Патриотического министерства культуры и в Украинском культурном фонду. За два дня продюсеры и режиссеры побывали в Олешковских песках, заповеднике Оскания-Нова, на Розовом озере, острове Берючий и в старинном Винном шато. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсонская область, твой дом. Донецкий «Шахтер» сыграет сегодня в полуфинале Лиги Европы. Матч с миланским «Интером» пройдет в Германии на Дюссельдорф-арене. Начало поединка в 22.00 по киевскому времени. Накануне «Горняки» провели часовую тренировку. Все игроки в строю и, как опытные еврокубковые бойцы, настроены пробиться в решающую стадию турнира. На пути к полуфиналу Лиги Европы подопечные Луиша Каштру разгромили немецкий Вольсбург 3-0, а затем разбили швейцарский Базель со счетом 4-1. Абсолютно спокойно подходим к матчу. Конечно, у нас огромное желание пройти в финал. Знаем, что соперник силен. У Конта интересная динамика игры, как в атаке, так и в обороне, но мы к этому подготовлены. Спокойствие в нашем ДНК. Оно у нас и за пределами поля. Это составляющее нашей команды. В течение недели тренер провел специфическую работу по изучению Интера. Мы будем готовы. Интер может создавать проблемы в атаке, поэтому нам нужно правильно действовать. То, что мы уже в полуфинале, большая заслуга всей команды. Мы сделаем все, чтобы записать этот день в историю и выйти в финал. Желаем вам только спокойствия и больших побед. В 23.00 подводим итоги дня. Тем временем подписывайтесь на наши страницы в интернете. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украину.